А в парламенте персональные санкции против Януковича и его окружения хотели протолкнуть нардепу от Народного фронта в очередной раз. Но коллеги заподозрили под благими намерениями корыстные мотивы и постановление отклонили. Впрочем, в Верховной Раде сегодня был необычный день. И скорбили, и праздновали, и спорили. Обо всем расскажет Анна Каменева. Во всемирный день вышиванки парламент заиграл красками. В коридорах гигантские ручники ручной работы и почти все нардепы в национальной одежде. Это осуществленный старовинный гуцульский одяг. Реконструкция старовинного гуцульского одяга. А нардеп из БПП Сергей Рудик даже презентовал вышиванки гостями Саудовской Аравии. В эти дни парламентская делегация этой страны с визитом в Киеве. Мы имеем международный день украинской вышиванки. Я не нашел ничего хорошего, как первый крок культурного обмена между двумя депутатскими группами вышиванки. Это символ, который закладывается в украинские традиции, истории, защиту, процветания, добра. Впрочем, сегодня еще одна дата. Скорбная. 73-я годовщина депортации крымских татар. Их память нардепы почтили минутой молчания. Сейчас весь Крым и не только крымские татары, украинцы, все смотрятся на Киев. Вот же, делаем все для того, чтобы наконец, уже в ближайшие месяцы, работать с изменениями и дополнениями к Конституции Украины. И так переформатировать крымскую автономию. После вопроса повестки дня. Среди первых документов о персональных санкциях против Януковича и его окружения. Народный фронт, а большинство авторов инициативы из этой фракции, почти полгода пытался протащить постановление. И вот свершилось. Эта постанова относится президента-втекача Януковича и ряду прошлых чиновников из его ближнего окружения, которые сейчас, почти в полном складе, причоились в России. Почти все фракции за такое решение. Но вводит санкции прерогатива СНБО и Кабмина. Когда же дошло до голосования, энтузиазм поугас. Две попытки вернуться к этому документу снова провалились. Спикер возмущен. Я этого не понимаю, как глава парламенту. Коллеги, доопрацюем, будем давать новый вариант. Это уже недобросовестный пиар. В этом списке есть люди, которые просто-напросто не нравятся авторам этой постановки. Что это просто-напросто, знаете, какая-то персональная помста. В Верховной Раде всегда возникает вопрос, а если не хотят эти люди руками через Верховную Раду, за шляхом застосования санкций, отжать эти предприятия у этих людей. Вот почему возникает вопрос. Тем более, что авторы этой постановки как раз на этом специализуются. Хватило голосов у нардепов, чтобы отменить скандально известный закон Савченко, который помог досрочно выйти из тюрьмы сотням тех, кто совершил тяжкие преступления. А вот попытки хотя бы начать работу над медицинской реформой провалились. Депутаты так и не смогли включить в повестку дня ни свои, ни правительственные законопроекты. Теперь создадут рабочую группу. Однако наиболее дискуссионные законопроекты депутаты оставили на закуску. В повестке дня два документа, связанных с деятельностью религиозных организаций, авторства нардепов Народного фронта. Один из них позволяет общине самой определять подчинение храма-патриархату. Против таких инициатив сегодня вышли сотни верующих и провели молебен возле парламента. Люди пришли в силу, потому что закон принимают такой, который дает право захватывать храмы. Я против этого закона. Мы приехали помолиться, чтобы не был принят закон, который хотят принять. И я считаю, что государство не должно вмешиваться, дела церковные. А вот зал разделился во мнениях. Неможливо принимать любые законы, которые ведут к разборту. Когда мовные вопросы принимают для разборта, когда национальные вопросы, а сейчас религийные, ну, Украину нужно сшивать. Я позасомню вам, как и самопомощь, будем голосовать за это решение. Никто в нашей стране никогда не заборонял и не будет заборонять свободу вероисповедания. Эти законопроекты антицерковные, и мы считаем, что они антиукраинские. Этот хрупкий межконфессиональный мир, который соблюдается сейчас, будет нарушен. Свобода совести и вероисповеда – один из базовых принципов демократии. Зачем его нарушать? Хотят церковь поставить под полный контроль государства. Это запрещено за Конституцией. У нас принято на фракции вільное голосование. Особенно я не буду голосовать. Я считаю, что политики не имеют права втручать церковную деятельность. На фракции мы приняли решение более детально розглянути эти законопроекты, оскільки они резонансными и могут привести к сбору среди общества. Намагаются проштовхнуть какие-то законы, которые позволяют втручанию справ в церкви, то это абсолютно тупиковый шлях никуда. Поэтому мы поддерживаем верующих, что церковь должна действовать от окраина, от государства. Это было завжди. И даже в Прородянском Союзе не было такого, что пропонуется в этих законах, когда руководитель какой-то епархии подтверждается центральным органом влады. На жаль, такие пропозиции есть в проектах закона. Мы не будем поддерживать такие законы. В итоге до этих проектов сегодня так и не дошли. Анна Каменева, Ирина Романова, Владимир Самченко, Максим Чеблинг, Геннадий Никейенко. Подробности телеканал Интер.